Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан, в студии Зухаралиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Криминальный вечер в Дагогнях. Выяснение отношений перешло в стрельбу. Подробности через минуту. Угнал средь бела дня, но далеко не уехал. Полицейские задержали молодых людей, которые уехали на чужой приоре. Шел домой, увидел открытую машину. В замке зажигания стояли ключи. Поехал за друзьями, чуть-чуть покатались. И в конце думал, берут машину. Фреон заменит на магнит. За какими холодильниками будущее узнавали наши корреспонденты у дагестанских ученых, которые выиграли солидный грант на эти исследования? В улице стали договориться об этом. К сожалению, до сих пор нет промышленного производства этих холодильников. Именно почему нет? Потому что нет экспериментальной базы, чтобы доказать, показать, что эти материалы могут быть использованы. Вот мы однозначно можем сказать после наших экспериментов, что данный материал может быть использован. Танцы и песни Родины. Артиста Буйнакского района навестили в военном госпитале Ростова раненых бойцов-контрактников из Дагестана. Ход строительства социальных объектов в Дагестане. Этот вопрос стал ключевым в ходе встречи заместителя министра обороны России Тимура Иванова и главы республики Сергея Меликова. Напомним, замглавы военного ведомства страны прибыл в республику с рабочим визитом, чтобы лично проверить ход реализации в регионе нацпроекта «Демография» и федеральная госпрограмма развития образования. Меликов отметил важность для дагестанцев совместных усилий военных строителей и местной власти в решении данных задач и поблагодарил Министерство обороны за проводимую работу по строительству объектов социальной инфраструктуры. Участников перестрелки в Дагогнях задержали и доставили в полицию. По предварительной информации, погибших среди них, к счастью, не оказалось. Двое из участников были доставлены в больницу. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Напомним, инцидент со стрельбой произошел вечером 19 апреля. Угон средь билого дня. В дежурную часть Кировского района поступило заявление о пропаже автомобиля «Лада Приора» в поселке Ленинкент. Как пояснил владелец авто, он забыл закрыть машину. В ходе оперативных действий инспектора ДПС угнанный транспорт нашли. Водители-пассажиры были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На улице Гамидова города Махачкалы инспекторами ДПС был замечен указанный автомобиль. И принятыми мерами водители-пассажиры были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Уважаемые автовладельцы, для предотвращения краш и угона автомобилей необходимо максимально безопасить свое имущество. Не оставляйте ключи в замке зажигания, даже если покидаете свой автотранспорт на минуту. За что вас задержали? Угон машины. Парки и скверы Махачкалы начали готовить к летнему сезону и к предстоящим майским праздникам. На территории парков Ленинского комсомола и озера Агель идет посадка однолетних цветов, покраска бордюров и заборов и подготовка зеленых оград. Как сообщает администрация города, здесь регулярно проводят уборку, чистят дорожки и тротуары. В первом мае мы завершим работу по покраске и побелке всех заборов на территории парка. Также параллельно вы можете видеть, что идут работы по укосу зеленой травы, которая уже поднялась. И скоро она может полечь из-за того, что она слишком высокая и пожароопасна может быть. Из-за этого, чтобы избежать пожара и тому подобное, у нас постоянно этот вопрос на контроле и ведутся работы по укосу, сбору и вывозу кошельной травы с территории парка тоже. В каждом парке есть свой коллектив, который занимается этими работами. На сегодняшний день проблем таких нет, тут цветы есть, нашли возможность, купили, приобрели и думаю, что к майским праздникам все у нас будет прекрасно, хорошо. Да, жалобы все до единой у нас рассматриваются. Если кто-то желающий есть, мы всегда были готовы разговаривать, они приходят к нам, обращаются сюда или на Малыгина 39 у нас в конторе, где-то какие-то активисты или что-то. Если видят, мы это обсуждаем, согласовываем, если эта идея реализуема и она лучше, чем та идея, которую мы хотели реализовать, мы согласны и это реализовывать. Да, конечно, учитывается мнение, обязательно граждане учитывать. Управление социальной защиты населения Махачкалы сообщает о реализации в городе проекта «Социальный контракт». Об основных условиях для заключения контракта, перечни документов, необходимых для подачи заявки и возможных причинах отказа, рассказал руководитель УСЗН города. Напомним, соцконтракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с одинокими гражданами и семьями, чей доход по независимым от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом денежные средства должны быть использованы только на мероприятия, связанные с выполнением обязательств, отображенных в договоре. Социальный контракт предусматривает четыре выплаты. Мероприятие по выходу из трудной жизни ситуации, ее период заключения социального контракта составляет до шести месяцев. Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума на семью. Индивиальная предпринимательница для открытия своего личного дела, то есть индивиальная предпринимательница самозанятая, она предусматривает до 12 месяцев заключение социального контракта. И выплата составляет в размере до 250 тысяч рублей. Личное подсобное хозяйство предусматривает выплату 100 тысяч рублей. Также контракт заключается на 12 месяцев. И поиск работы, он заключается до 9 месяцев. Поиск работы. Там порядок выплаты такой. Гражданин, который состоит на учете в центре занятости, он заявляется к нам на заключение социального контракта, подтверждает свой статус малоимущей семьи. Впоследствии материал выносится на комиссию. И после принятия решения комиссии, в случае одобрения, заключается с ним социальный контракт. И первая выплата производится после 30 календарных дней, с момента заключения социального контракта. 21 миллион рублей получил дагестанский физик, который стал победителем конкурса проектов Российского научного фонда. Насколько перспективны исследования Адлера Гамзатова и его коллегу, знала Малика Курбанова. Ей слово. Полученные даже фундаментальные результаты в последствии могут быть применены на самом деле. То есть тут исследуется в динамических условиях природа фазов перехода, магнитных фазов перехода. То есть что происходит материалом в циклических магнитных полях, при сильных полях. То есть в зависимости от скорости развёртки поля, то есть как мы быстро образцов, намагничиваем, размагничиваем. От этого зависит, оказывается, основное фундаментальное свойство. Вот именно этими свойствами посвящен проект. Но как хочется сказать, что завтра что-то появится, очень тяжело. Мы проект сделаем, надеемся получить какие-то интересные результаты. После мы можем их, даже как ранее так и указано, мы в итоге должны указать практические возможности реализации этого проекта в каких-то областях. Проект дагестанского учёного научная комиссия посчитала одними из самых актуальных на сегодняшний день. Он направлен на решение фундаментальных задач исследования новых функциональных магнитных материалов. А если проще, то результаты научных трудов могут лечь в основу создания так называемых магнитных холодильников, о которых говорят учёные всего мира. Если всё же исследования удастся внедрить в жизнь, то они станут альтернативой к токсичному фреону, применяемому в обычных холодильных устройствах. Исследования в области охлаждения могут стать прорывом и в других более важных областях, например, борьбе с онкологией. То есть локально нагревая или охлаждая область, где лаковые опухоли находятся, такие исследования тоже ведутся. Есть по доставке лекарств, то есть специальные капсулы, очень миниатюрные капсулы вводятся для лекарства. И локально уже нагревая или опять охлаждая, можно капсулы, чтобы открывались или закрывались, чтобы контролируемо в нужном месте выделять, чтобы в нашем организме выделялось лекарство. И это всё станет возможным, если найдутся заинтересованные организации и предприятия для продвижения исследований в практику. Для Института физики получение грантов явление частое, но, как говорят учёные, общество воспринимает победу как лотерейный билет. А на самом деле это трудоёмкий процесс и серьёзная конкуренция между институтами страны и зарубежья, где каждый старается заинтересовать комиссию в актуальности своей работы. Во многом именно за счёт этой поддержки и живёт сегодня наука. Где-то процентов 70-80% оборудования, что у нас есть, это куплено за счёт грантов. Но единственное, в прошлом году за счёт бюджетных денег мы получили гельевую красоту замкнутого цикла, который позволяет получить всё низкие температуры. Это примерно 3,5 кельвина, то есть если говорить о привычных цельсиях, примерно минус 270 градусов цельсия. О немагнитных холодильнике об этом говорится много лет, более ста лет говорится об этом. К сожалению, до сих пор нет промышленного производства этих холодильников. Именно почему нет? Потому что нет экспериментальной базы, чтобы доказать, показать, что эти материалы могут быть использованы. Вот мы однозначно можем сказать после наших экспериментов, что данный материал может быть использован или не может быть использован. То есть может быть, сказать вот эта конечная точка, что именно в Дагестане сегодня именно мы можем это определить. То есть благодаря этому у нас вот такое обширное научное международное сотрудничество. Китай, Вьетнам, Южная Корея, Белоруссия и это далеко не полный перечень. Странским Дагестанский институт физики ведет совместные научные проекты. Дальнейшее сотрудничество с европейскими и западными коллегами пока под вопросом из-за санкций. Но ученые надеются, что развитию российской науки это не помешает, а наоборот послужит поводом для особого внимания и поддержки. Малика Курбанова, Магомед Магомедов, ННТ Махачкала. Артисты Буйнакского района накануне дали концерт в окружном военном госпитале в Ростове, где проходит лечение раненые участники спецоперации в Украине. С собой артисты привезли для солдат гостинцы и письма от родных. Дбор госпиталя на время стал импровизированной сценой для хореографического ансамбля «Тимирханжура». Каждое выступление восприняли тепло не только бойцы выходца из Дагестана, но и другие военнослужащие. Как отметил после мероприятия начальник лечебного учреждения Валерий Кокоев, за один день артисты сделали больше, чем мы своими процедурами и лекарствами. Я хочу поблагодарить наших уважаемых гостей. Неделю назад они здесь были благотворительной миссией. Они привезли гуманитарный груз очень серьезный. И вот тогда родилась хорошая такая идея – дать благотворительный концерт нашим отчишкам, которые выполняют специальные задачи на территории Республики Украина. Уважаемые друзья, мы приехали с Республики Дагестан с Буманского района для того, чтобы поддержать наших ребят, наших солдат, наших офицеров, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Мы понимаем, через какие трудности вы прошли, поэтому от имени всех жителей Буманского района, от имени руководства Буманского района в лице Изеева Камиля Абсуалимовича хотим выразить вам слова благодарности за то, что вы, рискуя своими жизнями, воюете за наше светлое будущее, за нашу страну, за наш народ. Низкий поклон вам, а в души вам всем спасибо. Берегите себя. И о спорте. Девять медалей и пока только одно золото. Таким для дагестанских больников выдался первый день юношеского первенства СКФО. Соревнования среди спортсменов до 16 лет проходят в Нальчике. Единственным победителем в составе нашей команды стал выходец из Цумадинского района Магомед Халил Загидов. Помимо этого, в стартовый день турнира дагестанцы занесли в свой актив по 4 серебряные и бронзовые медали. Итоги первенства СКФО подведут 21 апреля. И в заключении несколько важных объявлений в связи с проведением акции вахтопамяти с участием руководства республики. Завтра с 7 часов до 13 в Махачкале будет перекрыто автомобильное движение на улицах Магомеда Гаджиева, Гусаева и частично Даниялова. Махачкала Водоканал просит горожан сделать необходимый запас воды. Завтра в советском и кировском районах столицы с 9 до 17 часов будет прекращена подача воды. У меня на этом все. Смотрите наши выпуски на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!